Кирилля, я тоже раскручиваю до этого места. Королевская область, Абайск, Крым, город Абай. Я пока боюсь давать полный адрес. А телефон, пожалуйста. Вот он. Кто такой Кирилля? Вот, сейчас поймете. Дело в том, что сейчас поймете, зря я его называю, что зам по Садовому Казахстану. Вот. Смотрим. Его письмо. Очень важно. Сейчас поймете, почему. И расшифровка будет в виде небольшой лекции. Итак. Его письмо. Мои персики, пересадку и не поняли. Один уехал в Алматы, три у меня. Пикировки они и не поняли. И несколько десятков абрикос так же. Не могу сказать за все Одессу, но мне понравилось. Саженцы на полтора-два месяца взрослее и в зиму идут как положено. Вы поняли, что такое полтора-два месяца? Это полное возревание. В Казахстане, в Северном, извините, это это. Это даже Сибирь. Версия, конечно, моя. Но второй год выводы лично. С уважением. Вот, пожалуйста. Лидер в Казахстанской, это, в Садоводство. Пусть новоявлено, ничего. Вот. Мы скоро это самое. Все, все захватим. Не только этих самых, те, кто нас знает. Ну, постепенно, постепенно и Казахстан тоже. В смысле, Садоводство. Садовый Казахстан. Смотрите. Я зацепился за слово пикировка. Ну, хорошо. Отлично. Иван Федорович знает, что такое пикировка. Но из тех, кто меня все слушает, не все знают. Поэтому будем разбираться. Смотрите. Вот. Для начала я вам объясню, что такое пикировка формально. Итак. Это очень важно. Это как раз касается полного вызревания. Это пересадка подросшего саренца из общего подняка в отдельный горшок, при котором, внимание, корень растения укорачивает на 1 треть. Напомнили? Знаете, что мои ученики, это самое, никогда этого делать не будут. Но ведь никто же вот этого не отменял. А? Господа профессиональные агрономы, вы понимаете, что такое южный прием, переехавшие на село. Итак. Начинаем. Начинаем историю. Значит, спасибо за слово пикировка, Иван. Потому что, во-первых, никто этого не знает, но некоторые это делают. Не вникая. Давайте сейчас уникнем. Значит, я этим словом познакомился по неволе. У меня есть книга, она там на полочке. Заходите, я вам найду, я ее в следующий раз покажу. Это граница 19-20 века. Это Сулыпинская, переселенцы перезяли. Им помощь была сделана. Вот такая книга, один раздел, он называется Судоводство. И там этот прием применен. Пикировка. Цитирую по памяти, хотя читал ее 20 лет назад, или 30, но все равно запомнил как. Вот только он высунулся, показались две семи доли, и показались два первых листочка. Ну, это, получается, где-то через месяц, примерно полтора. Во сколько тут? Где-то тут было. У вас получил где-то полтора-два месяца, да? Ну, в общем, ладно, не буду сейчас. Полтора-два месяца до сих, то есть, вот, смотрим дальше. Но у вас особая пикировка, без пикировки. Итак, вырос вот такой вот образ, уже показывают на пальцах, и его аккуратненько пересадили. Но официально надо при этом отрезать третью часть центрального корня. Вот, вот то, что я считаю, категорически делать нельзя. Поэтому давайте вначале так. То, что я, это, я взял из, это для меня исправчика. В общем, весь понятно. А то, что я прочитал, это было реально. Реально, то есть, так учили с Липецких переселенцев. А теперь представим себе. Взяли, выкопали. А это Россия. А куда они переезжали? Ну, значительный сейчас в Казахстан. К вам, Иван. Переселенцы. Помните, Селинатов была, где в основном? Казахские степи. Так ведь? Вот. И вот он хочет там дерево. А его уже научили. Выкопал. Отрезал корень, посадил. А скажите, при этом, что его вегетативный, вегетационный период, что не уменьшился? А что Казахстан, степи казахские, это ужас, это дикие ветра, это жесточайший климат. И морозы с 40, и за 40. И при этом отрезать центральный корень. Что дает центральный корень? Мы-то с вами знаем. Это то же самое, что агитируют за советскую власть. Что за него агитируют? Центральный корень дает незамерзающий ростойк, который я назвал антиприз, которое пошло по стране, надеюсь. Антиприз дает. И уже тогда рука отрезать вот этот корень, уже рука не поднимется. Не поднимется ни у кого. Раз. А шло-то оно с самых юг. Ну, может быть, в Крыму, может быть, тоже в Херсодской области укоротил, а он успел выразить. Может быть. Но у нас нет. И в Нечерноземье нет. Вот. И в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке нет. Значит, что остается делать? Вообще не пересаживать в это время. Но у нас же не отнимешь наших этих самых знатоков. Итак, я сейчас вам показываю персик. Начали, чтобы вы ознакомились с его строением. Они правильно, если вот тут вот отрежу. Это моя фотография, это мой персик. Мой лично врачами. Если вот так отрезать здесь, примерно третью часть, он сразу-то не помрет. Корней еще достаточно. Тем более он еще маленький. Вот такой вот. И тогда получается, что будут пышные боковые корни. И вот ради этой пышности кто-то считает, что вот если вот так вот это засаживание взять, два одинаковых, этот отрезать, он даст пусть все корни, и тут получается при этом улучшили. А почему просто посадить и не трогать? Но кто-то считает, что все-таки, если он даже на постоянном месте, ведь пишет, сколько я уже насмотрелся, слушался и про себя матерился. Считает, что вот он растет и рост по себе. Нет, берем годовалый. Не обязательно. Пикировка – это понятно. Это месяц-полтора. Годовалый взял, ведь выкопал, отрезал, опять посадил. И считается, улучшил. И это есть в наставлениях, и это есть в том самом, и это есть еще, извините, наши современники, люди с такими фамилиями, что я перед ними бледнею. И они про это пишут. Выкопал, отрезал, посадил. Все? Нет. Еще год порос. Уже пышное. Выкопал, отрезал, посадил. Снова, все равно отрастает. Часть корней, нижняя часть отрезал. И вот теперь вот это пышное все. Вот теперь ни малейшего соображения нет, что два раза выкопали, два раза искалечили, задержали рост, куча болезней. Антифриза где? Вот где антифриз, когда корня-то нету? Поняли, о чем речь идет. А с Иваном мы еще не расстались? Нет. Он, это самое, будет когда-то. Придет время, и он назовут этим казахским мечериным. Причем вероятность этого 99,9. А скопление корня, я считаю, одним из вреднейших приемов агротехники. И персиков, и вообще. И я назвал это не отрезание, а скопление. Вот так, чтобы звучало жучее. А теперь к Ивану. Итак, добрый день. Хочу поделиться своими опытами. Второй год пробую и убеждаю, что все хорошо. Разрушая очередной миф. Все сначала. Замачиваю косточки персиков своих и ваших абрикосов на трое суток. Это было начало марта. Поросли 25-26 марта. Отправлял им под обход высадки персиков 27 марта. Главное условие – это высокий горшок, или в моем случае двухлитровая бутылка. Посадка была сделана в торфяной стакан объемом 30 метров. Я повторяю, но это важно, потому что он применил слово «пикировка». Это еще шаг вперед в учебе, в знаниях. Стакан сохраняет при пересадке форму и объем, и корни при пикировке. Вот в этом смысле пикировка настолько безболезненна, что растишки у себя чувствуют комфортно, особенно корни. Остается назвать пикировкой, потому что все-таки он его через полтора месяца достал оттуда. С одной стороны. А теперь, внимание, растишки чувствуют комфортно, особенно корни. Будучи вертикально ответственными, пересадка безболезненна. Прошло почти два месяца. В 20-х часов мая пересадился в огород. Пересадку с практически санкции не поняли. Сразу пошли в рост. Фото вам отправлял. Сейчас еще увидим. Сейчас им полных три месяца. Размер персиков под 77 мая. Фото привожу. Схема меня радует. Санкции во время высадки уже были 18-22. То есть, чуть длиннее, чем вот эти пальцы. Сегодня 20 июня по 79 мая. Лето у нас короткое, а мои в зиму окрепнут и вызреваются. Вот он, пожалуйста, Мичурин. Будущий. На прививку веточек, созревших с куста, будет много. Это еще один интересный момент. На прививку веточек с куста, с сеянца. Вы представляете? Тут же маточный сад. Вот тут же, только ничего не было. Вот только ничего не было от маточного сада. Ну, Иван, принимай у меня дела. Я это самое. Подпишу заявление. Вот. И двигай дальше. Ну, если откажешься, ладно, я еще немножко покомандую. Так. Здорово. Замороться я, конечно. Но от стандартной старификации высажу уже по седу к мячу саду. От стандартной старификации высажу по седу к мячу с уважением. Смотрим сюда. На всякий случай, я всю коллекцию показываю. Итак, вот они, пирсики. Видели? Вот. Наверное, они были захопаны. Наверное, они вылазят из земли, когда их оттуда выталкивает этот самый колень. Есть такое в них свойство. И они разворачиваются. Так. Ну, пожалуйста. Ну, теперь что тут говорить? Если все снаружи, значит, о загнивании речи не идет, нет? Нет. Вон они, семидоли. Вот они, семидоли. Вот справа, самый правый семидоли. Вот это еще похоже на этот. Она еще семидоли не развернулась. Вот они. Ой, ну это. Ну вот, начинай это, учебник писать. Ну, ну ладно, через год напиши уже. Начинай учить людей. Или подождем, пока у тебя еще заплодоносят. Ладно, подождем. Так. Итак, что получилось? Двухлитровая, с отрезанным горлом. В нее вставляется торфяной стаканчик. Получается вот такая. Вот такая. И вот такой он начинает высаживать. Каким чудом, я не знаю. Тут, понимаете, тут, конечно, на грани. Тут еще корней все равно мало. Зато все целые. Вот это здорово. И еще. И вот, Федорович. Не могу. Я же нудный, вредный, противный. Все меня таким считают. И ты тоже сейчас считать будешь. Смотрите. Значит. С земли добавлять это самое вверх. Это очень важно. Но это походу не принципиально. Ну, ладно. Но я о другом. Я вижу подоконник. И вижу, что они долго росли на подоконнике. Я все-таки сторонник того. Меня не переделаешь. Что все так же. Но с этого момента. В холод. То есть, не солнце подоконнишь, а вон прут, как танки. Поняли, да? Задержать разведение? Чтобы света хватало. И тепло было. Ну, допустим, 5-10 градусов. Как ранней весной. Задержать, задержать, задержать. Вот. Конечно, при этом корни не разовьются. Не разовьются. Вот так вот. Мощно не разовьются. Но пусть уж они потом развиваются. Знаешь как. Вот с этого момента. Не на подоконнике. А в сад. В тенечек. Вот как-то так. Все-таки компромисс должен быть. Я помню мои опыты. Массовая гибель. Когда вот такие вот я высаживал в открытии грунт. Массовая гибель. Горчки болево. Корни болево. Вот. Все-таки такой компромисс. Извини за занудусть. Ладно. А так, я восхищен. Чуть-чуть бы похолоднее. Чуть-чуть. Все-таки я бы закопал в саду на это время. Ну вот, взыскали полтора месяца. Вот на последний месяц закопал. А потом уже это. Ну, ты опять не получается идеально. У тебя корни-то развились за счет подоконника. Тепла. И все равно опасно. Опасно высаживать такие. Раз пронесло, другой раз может не пронести. В общем, я, как говорил, это старый маршер сказал. Хоу. Ну вот, слюбуемся. Вот ваши эти сантиметры, которые вы сказали. Вот они. Вот они. А, кстати, я тут все, чтобы обратил внимание. В теплице, в теплице. А это все-таки в теплице поспокойнее будет. Чем снаружи. Снаружи там опаснее. Жизнь опаснее. Вот это, наверное, и спасло с подоконника и в теплице.